Дорогие друзья, сейчас, видимо, будет какое-то время хлопать дверь, потому что люди были ориентированы на другую аудиторию и будут подтягиваться оттуда. Я хотел бы представить сегодняшнего спикера, который пресчет визионерскую лекцию, Петр Георгиевич Чедровицкий, наш соратник и человек, который во многом своей мыслью прошивает горизонты времени и самых разных концепций и подходов. Меня всегда, когда я слушаю его, сижу на его лекциях или смотрю видео, меня охватывает какое-то гипнотическое чувство. Ты воду-то заряжаешь, пользуешься случаем? Слушай, могу я на твоем фоне хоть чуть-чуть? Конечно. Правильно, правильно. Люди пользуются, да? Да, конечно. Потому что действительно такое. Он работает с аудиторией, как удастся с кроликами. Но быть таким кроликом иногда чертовски полезно. Потому что потом, когда удав уползает, ты вдруг понимаешь, что понимаешь о мире чуточку больше и глубже. Петр Георгиевич. Жгите. Да, раз ты, значит, задал такой тон, я лаверды тебе скажу, послушай. У меня есть приятель, уже лет 35, он никогда не ходит на открытые, ну, публичные лекции. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, нет большего удовольствия, чем сидя у себя на диване, смотреть лекцию щедроизм. Тебя в любой момент можно выключить. Да. Итак. Не знаю, кто там будет хлопать дверью, но такая некоторая камерность нашей сегодняшней встречи, вот пока, пока, на этом стадии, может быть, позволит нам чуть-чуть более подробно обсудить некие базовые тезисы, которые я хочу до вас донести. Значит, лекция эта построена таким образом, что в ней есть фрагмент, послайдно повторяющий вчерашнюю лекцию. Это приблизительно треть. А две трети новых. Но говорить я даже на тех слайдах, которые визуально совпадают с вчерашней презентацией, будут несколько другие акценты. Ну и, может быть, для тех, кто слушает сегодня второй раз, это создаст какое-то пространство для проблематизации и вопросительности. Итак, мой базовый тезис заключается в том, что понятие разделения труда достаточно традиционное для социальных дисциплин оказалось незаслуженно забытым где-то во второй половине, может быть, в конце, в последней четверти XIX века. Ну, как знаете, ну вот если вас спросить, что вы делали сегодня в течение дня, то я могу быть уверен, что никто не скажет, что вы дышали. Но если бы вы не дышали, вы бы больше ничего не делали. То есть это нечто, с одной стороны, феноменально очевидное, ни один из нас не может осуществить никакую сложную деятельность в одиночку. Мы всегда вынуждены, как я в свое время пошутил, дивижить деятельность и шерить смысл. Это два совершенно разных аспекта концепции разделения труда. Мы с одной стороны должны жестко поляризоваться друг относительно друга. Ты делаешь одно, а я делаю другое. Потому что если мы делаем одно и то же, ну а кто будет делать все остальное? Но с другой стороны, каждый из нас должен иметь смысловое целое, общее для нас. И в этом смысле мы тоже делим смысл, но не так, как мы делим деятельность, например, пооперационно, а так, что мы его разделяем друг с другом. Адам Смит написал не только теорию богатства народов, но еще и теорию нравственных чувств. Я об этом немножко говорил в прошлом году на острове, и более того, он написал теорию нравственных чувств раньше, чем он написал теорию богатства народов, потому что она про смысл. Она не про операции. Она про то, как мы с вами, встречаясь перед тем, как начать что-то делать вместе, договариваемся о том, кто что делает и каковы правила наших взаимодействий. А это культурный феномен. Если мы встретились, договорились, а потом ты не делаешь то, что ты обещал, ты не выполняешь свой коммитмент, то деятельность развалится. Поэтому коммуникативная вменяемость и коммуникативная компетентность есть такой же важнейший элемент разделения труда, как и способность каждого из нас в какой-то области что-то делать чуть-чуть лучше, чем другие. И поэтому я еще раз повторю вчерашний тезис, что для меня разделение труда пишется в одно слово. И я здесь продолжаю довольно длинную традицию экономических дискуссий 18 и 19 века, которую когда-то Маркс выразил очень простой формулой. Он сказал, покупается не труд, а рабочая сила, а трудом она станет или не станет после того, как она включена в систему организации работ. И эта рабочая сила эффективно использована для выполнения той или иной части общей деятельности. А если вы взяли эту рабочую силу и использовали ее неэффективно, то никакого труда не возникло. Вы разбазарили рабочую силу и все. если бы этот человек с его возможностями пришел бы на другое функциональное место в другой системе разделения труда, он бы создал стоимость. А придя в ситуацию, где деятельность неорганизована или организована плохо, он не только не создает добавленную стоимость, он еще теряет свою капитализацию и потенциальную. В 1928 году ну, собственно, вот этот Эллен или Аллен Янг разные транскрипции написал статью. Мы ее не так давно перевели на русский язык. в которой он высказал довольно любопытную мысль. Он сказал, понимаете, какая история? Адам Смит очень точно сказал «А», он сказал «разделение труда», но в третьей главе своей концепции теории богатства народов он запутался и не смог последовательно довести эту мысль до завершения. Он сказал, «А границей углубления разделения труда является масштаб потенциального рынка. Если этот рынок отсутствует, грубо говоря, если для булавок нету сбыта, то зачем производить 48 тысяч булавок в день, если старый ремесленник, цеховой мастер производил 10 в день, ну и в общем этого хватало». Ален Ян говорит, «Нет, это ошибка. Нет никакого рынка, кроме системы разделения труда». Еще раз. Нет никакого рынка, нет того базара, на который вы придете с значит мотором из Ярославля Рыбинска и скажете, вот смотрите, я вот мотор сделал, где тот самолет, значит, кому вот продать этот мотор. Нет, ничего подобного. Вы не торгуете помидорами все вместе, вы каждый участвуете в сложной кооперации, и вы делаете то, что нужно делать для того, чтобы в итоге собралось некое целое. и вы друг для друга и есть рынок. Я умею делать композитные материалы, а ты умеешь делать из этих композитных материалов какой-то полуфабрикат, а кто-то делает потом сборку, а кто-то делает самолет, а кто-то возит пассажиров, а кто-то на этих самолетах летает, но он может летать на самолетах только в той мере, в какой он сам участвует в каком-то эффективном производстве, то есть занимает место в системе разделения труда. И его зарплата, есть функция от этого места. А если вы включены в неэффективную систему работы, у вас просто нет денег на билеты. Вы весь свой заработок потратите на продукты питания и услуги ЖКХ, что в общем многим из сидящих здесь грозит. Ну, по крайней мере, многим из тех, кто не приехал сюда, а находится там в какой-нибудь Чите или Рыбинске или еще где-то. Ну, что? Ну, ты сел так удобно и ты такой большой. Итак, вот эта специфическая забывчивость, то есть то, что казалось бы, ну, все мы понимаем, что есть система разделения труда, ну и там забыли через какое-то время, решили, что это проблема менеджмента. Вот есть такой человек, менеджер, и он отвечает за разделение труда, как там правильно поставить рабочих, в каком порядке, значит, и так далее, и тому подобное. Нет, это не так. Это гораздо более сложная реальность, и я, собственно, вчера эту сложность попытался выразить во втором тезисе. Я сказал, что у любой системы разделения труда есть горизонтальные вертикальные измерения. И вертикальное измерение является ведущим, потому что благодаря наличию этого вертикального измерения у вас может меняться горизонтальная система разделения труда, то есть система разделения труда по производству того или иного продукта. А вертикальная система разделения труда это система разделения труда по производству всех тех знаний, без которых этого продукта произвести нельзя. И поэтому, когда Петр Первый приезжает на верфи за Андамо, он включается в горизонтальную систему разделения труда. Он работает плотником, потом он делает канаты, потом он участвует в сборке из этого лего деревянного соответствующего каркаса флайта, а потом он идет к какому-то из руководителей проекта, гипов, которые отвечают за сдачу своевременно этого корабля заказчику и говорит слушай, а где у вас науку пропорций корабельных можно изучить? Он говорит нигде. Мы всю жизнь строим корабли. Какие пропорции корабельные? Мы знаем, как строить корабли. Но он ему начинает объяснять на пальцах, что вот ему рассказывали там в немецкой слободе, что оказывается есть такая штука как чертеж. Он говорит, а, я понял, это тебе в Англию. Это в Англию поезжай, у нас нет таких людей, а у них там, говорят, есть. То есть там, в Англии, уже в этот момент, перед тем, как началась первая промышленная революция, оказывается, есть проектирование, а у голландцев нет. вот это удивительный феномен. Итак, инженерно-конструкторская работа есть. Более того, голландцы вообще-то в ней лидировали, они сделали ее относительно массовой, прежде всего, решая задачи оборонные, фортификационные. Первые инженеры, это были итальянцы, которые пришли оттуда из депрессивной Италии, значит, в Голландию, и, собственно, там себя применили. А проектирование как типа мышления, которое отвечает за совершенно другие вопросы, не за то, чтобы сделать изделие, а за то, чтобы сделать несколько одинаковых изделий, сделать их в границах определенного параметра и порога стоимости. Этого не было. Кстати, у англичан тоже появилось, ну, как бы, не случайно. Говорят, что сильное влияние оказали французы. И привезли в Англию технологию проектирования, потому что там она понадобилась, она была востребована. Им понадобились большие серии одинаковых продуктов. Я сейчас не буду обсуждать почему, в каких областях, это отдельный хитрый вопрос, я много об этом рассказывал. например, им понадобилось восстанавливать город Лондон после пожара. И просто они поняли, что если не будет типового проекта, то они ничего не сделают. Кто это понял? Ну, это их там собралось несколько человек. Они параллельно подрабатывали в Лондонском Королевском Обществе и между собой договорились, что чтобы за 4 года отстроить 15 тысяч каменных домов в Лондоне, нужно разработать типовые проекты, без которых это, во-первых, будет продолжаться бесконечно, во-вторых, будет стоить очень дорого, а в-третьих, им просто не удастся это сделать в силу того, что нет единых стандартов для производителей. Итак, вертикальная система разделения труда, система разделения труда по производству знаний, и внутри этой системы разделения труда происходят самые большие инновации. Там появляются новые способы мышления, новые технологии мышления, и как следствие новые типы знаний. И вот вчера один из слушателей сказал, что сам факт, что я задал через это представление о цикле жизни знаний и вертикальной системе разделения труда потенциальное место, например, для университетов их функцию, потому что они участники этого процесса, они в этой системе разделения труда самоопределяются и ищут, что же им делать, за что они отвечают. Это некий эвристический момент, который в том числе свяжет, например, то, что происходит у нас здесь и то, что происходит на ректорском потоке. Еще раз, я не буду подробно рассказывать, как менялись эти технологии мышления. Я лишь указываю вам, что без такой смены сами промышленные революции были бы невозможны. Если бы инженерия не стала массовой профессиональной деятельностью, нулевой промышленной революции бы не произошло. Если бы исследование не стало массовой профессиональной деятельностью, то вторая промышленная революция была бы невозможна. Ну, просто вы уперлись бы в непонимание того, как устроены те процессы, которые нужно производственно Но схватить, вам нужно развернуть производство новых химических материалов. А для этого требуются совершенно другие технологии мышления. Не менее важным оказались организационные формы, которые поддерживают циклы жизнезнений. Дают возможность им накапливаться, распространяться, а потом быстро осваиваться. И метафора, которую я часто использую и которая заключается в том, что подлинным университетом в кластере была пивная, в которой люди приходили и обменивались знаниями. Знаниями, ну в смысле опыта своим, в том числе и сегодняшним. В том числе и знаниями о будущем, относительно которого теперь все участники могут самоопределиться. Это, ну сегодня вы можете это наблюдать. Вот я только что прилетел из Исландии, там вот есть такая университетская пивная, и она совмещает две функции. Она центр университетского кластера и одновременно сама по себе является такой лабораторией. Тонкая тема с эволюцией знаково-семиотических инструментов, которые позволяют людям выстроить доверительные отношения в таких системах кооперации. Ну вот, понимаете, вот представьте себе, значит, приходит, приезжает из Амстердама в Зандам заказчик корабля, торговец. Ему показывают набор рисунков, в основном он должен выбрать длину корабля. Ну, есть еще несколько опций. Например, если он заказывает корабль для ловли сельди, конечно, он будет отличаться по своей комплектации от корабля, который должен идти в океаническое плавание и ввести какой-то продукт в табак или еще что-то. Ну, в общем, набор этих опций ограничен. Но главное, он должен быть уверен, что он заплатит деньги и в определенный срок получит этот продукт. Вот. Вчера девушка сказала про культуру. Есть, значит, такая концепция, что источник этой промышленной революции – это протестантская этика и некоторое отношение культурной доверительности между представителями одной и той же конфессии. Я говорю, понимаете, какая вещь? Двойная бухгалтерия и двойная запись Луки Почоли – это гораздо более важная вещь для доверия, чем протестантская этика. А лесопилка механическая – еще более важная вещь. Почему? Потому что она гарантирует своей производительностью, что ты точно получишь свой заказ в срок. И у тебя не будет ситуации, когда ты предъявляешь подрядчику претензии, потому что ты уже купил товар, а корабль не готов. Вот. Что более важно – наличие таких технологических схем, обеспечивающих договоренности и исполнение этих контрактов или принадлежность к одному клану, к одной конфессии, к одной общине территориальной. Я утверждаю, что первое. Поэтому наличие акций на предъявителя остынской компании, которые доступны, в общем, любому голландцу. Ну да, стоят они недешево. Стоят там тысячу флоринов. Рембрандт за свой ночной дозор получил 300. Ну то есть такая недешевая штука. Но зато они на предъявителя. Обращаются на вторичном рынке. Постоянно идет котировка. И через 26 лет после их выпуска они уже в два раза дороже стоят. И любая семья, которая купила себе хотя бы одну акцию, еще через там 70 лет, если она ее сохранила, получила 3,5-4 тысячи процентов прибыли. Точно так же, как кредитная система. Она является условием доверительности отношений между тем, кто берет кредит для того, чтобы построить производство, и, например, торговцам, которые собираются продавать результаты этого производства. То, что мы называем системами подготовки и образования, есть элемент функциональной, более сложной системы разделения труда. И прежде всего, систему разделения труда по производству знаний. Функционал, который берет на себя систему подготовки и образования, меняется от эпохи к эпохе. Это сегодня мы предъявляем к этой системе некоторые требования, которые, в общем, для среднестатистического англичанина 18 века, были бы просто смешны, он бы не понял это. Если бы вы ему сказали всеобщее образование, он бы расхохотался. Потому что все прекрасно понимали, ну, как сейчас многие понимают, что образование – дело очень элитарное. Оно как было 500 лет назад у 2% населения, так и сейчас у 2% населения. А вот подготовка – дело массовое. И, в общем-то, бенефициаром той или иной подготовки является сам человек, поэтому он сам должен за это платить. Он может ошибиться. Он может начать учиться не тому. Это его риски. И каждый раз на следующем шаге промышленных революций высший сегмент подготовки и образования претендовал на то, чтобы начать готовить людей к выполнению функциональных ролей в технологиях мышления. Например, в исследовательской деятельности. По-моему, я говорил вчера, что в Мюнхенском университете в конце 19 века выпускали больше химиков, чем во всей в Англии вместе взятой. Почему? Потому что они развивали химическую промышленность. Потому что химическая промышленность была, собственно, их потенциальным местом в глобальной системе разделения труда. Ну и некоторые компании существуют до сих пор. Или электротехника. Каждая следующая промышленная революция перекраивает социально-профессиональную карту общества и буквально создает новые классы. Никакого пролетариата не существовало до того момента, пока первая промышленная революция не затребовала массу неквалифицированных работников. Обратите внимание, неквалифицированных. Потому что шел медленный процесс разделения сложной деятельности цехового мастера на кусочки, организованные так и таким образом, чтобы их мог выполнять человек с улицы. Буквально в работном доме. Работные дома для этого и создавались. Бездомных собирали, а там обязательно стоял какой-то протоконвейер. И их ставили. А мастер должен был пошаженно снимать с себя одну из своих компетенций, описывать ее детально так, чтобы ее мог освоить любой человек и передавать. Сохраняя за собой все меньше и менее, так сказать, все меньший набор этих функций. В пределе только системную интеграцию. Перерастая, как вы понимаете, тем самым в прото-менеджер, который, видя целое, ну потому что он сам когда-то делал целое, мог поставить этих людей в определенной последовательности, проконтролировать то, что они каждый делают. Каждая промышленная революция прочерчивает новую географию и создает новый тип инфраструктуры. Если бы вы приехали в какой-нибудь Манчестер до начала хлопковой революции, вы бы там нашли одну, там, двадцатую часть населения. Если бы вы приехали в какой-нибудь угольный поселок в Англии до того, как начали добывать в массовом порядке уголь для коксования, ну вы бы там никого не нашли, там было две тысячи человек, полторы тысячи человек. А через двадцать лет двести тысяч, триста тысяч. И, как я уже сказал, внутри этой целостности у вас появляются, наконец, кандидатные технологические решения, которые постепенно, лет за сорок-пятьдесят в каждом цикле, сшиваются в платформу или пакет технологий. Между паровым двигателем, который придумал Нью-Комин и который покупали промышленники Англии и паровым двигателем УАТа, который стал сердцем новой промышленности, конвейерного типа, пятьдесят семь лет. И эти пятьдесят семь лет ушли не на то, чтобы усовершенствовать паровой двигатель, а на то, чтобы сложились рядом параллельно другие типы деятельности, например, в области металлургии, которые сделали этот аппарат более эффективным как с точки зрения изготовления, так и с точки зрения его использования в производственном процессе. Кто собирает новую систему разделения труда? И это довольно длительная и сложная дискуссия. Я здесь примыкаю к той линии, которую развивает австрийская экономическая школа, в частности, ее боковой представитель Йозеф Шумпетер, и которая выдвинула в конце девятнадцатого, начале двадцатого века гипотезу о том, что такой фигурой является предприниматель. Но здесь есть одна тонкость. Дело в том, что само понятие предпринимательства, оно франкофонное, entrepreneur, родилось из театральной энтерпризы. Потому что вот эти бродячие театры собственно и были первый такой опыт предпринимательства. Вы должны были собрать значит, группу, труппу, приехать на городскую площадь и начать выступать перед толпой. И в общем, можно было за неправильный проект склопотать, ну, в лучшем случае, там, помидором или яйцом, а в худшем – камнями. А это значит, что надо было импровизировать. И вот это предпринимательство, антрепренерству, это был постоянный контакт с реальным спросом или запросом и поиск решения. И как вы понимаете, два раза вы не дадите один и тот же спектакль. Это сейчас можно там месяцами катать одно и то же. Вас просто выгоняют из города, потому что всех хотел посмотреть, посмотрели с первого раза. Потом это понятие перескакивает в строительство. Когда вы строите что-нибудь сложное, то, в общем, ну, тоже такая тяжелая, сложная, многосоставная деятельность. И поэтому в первых словарях середины 18 века антрепренерство уже связано с этим самым строительством. А в английском языке остынская компания это сообщество купцов-авентюристов. Эдвенчурс. Как Даниэль Дефо. Чем занимался Робинзон Круза? Эдвенчурс. Он что на острове Эдвенчурс? Что, значит, когда он создавал свой бизнес, где там в Бразилии или где-то еще? Почему? Потому что было торговое предпринимательство. Оно существовало. Оно извлекало свой доход из разницы потенциалов между ценой в одном месте, где это можно было приобрести, и ценой в другом месте, где это можно было продать дороже. Как сказали бы сегодня австрийцы, предприниматель извлекал деньги из эксклюзивных знаний. Откуда он получил эти знания? Может, у него там сидит представитель, который все время мониторит процессы, которые происходят, и пишет ему, знаешь, в этом году не урожай пшеницы. Ну, значит, будут перебои с поставками. Значит, купишь, сейчас продашь дороже. Или Арсенал заказывает стройку судов. Понадобится построить несколько, десятка штрафа, может, и сотен новых судов, и поэтому нужно поехать в Архангельск купить там дерево. Ну, купил, приехал, привез, они говорят, знаешь, не будем строить в этом году. Ну, и попал ты со своим деревом. Существовало военное предпринимательство, которое в каком-то смысле было пуповиной привязано к театральному антропренерству. Ну, потому что это труппу собирали, а это военный отряд, собрал военный отряд, вооружил, ну, немножко научил их, так, какой-то слаженный, значит, потом пришел к городу, к воротам, постучался, открыли, говорит, мы пришли вас охранять. Они говорят, а не от кого? Говорит, ну, значит, мы вас будем сейчас захватывать. Но во всех случаях платите деньги. Кстати, обратите внимание, это существует, очень часто торговое и военное предпринимательство, оно сшито. Это, ну, там, в любом торговом караване есть хоть одно военное судно, которое его то ли охраняет, то ли нападает. Что происходит вот в этот момент начала промышленной революции? Появляется совершенно другой тип предпринимательства. Это предпринимательство, которое извлекает свой доход из роста производительности труда. Это технологическое предпринимательство. Чем дешевле ты смог произвести что-то, тем больше у тебя потенциальная добавленная стоимость и твоя в ней заложенная предпринимательская прибыль. И в некотором смысле это прямая противоположность этим другим типом предпринимательства. А у нас это сейчас как бы одно слово. Мы всех называем предпринимателей. Когда-то Михаил Сергеевич Горбачев мне объяснял, что вот эти мешочники, которые с сумками такими специфическими из Китая что-то тащат, что это предприниматели? Мы говорим, ну что, все предприниматели что ли? Ну как? Нет понятия, ничего не сделаешь. Ну или сделаешь совсем не то. плохо. Теперь, а вот что делает этот технологический предприниматель? Он собственно собирает сложную систему деятельности из элементов. Он должен собрать или как-то использовать вертикальную систему разделения труда, все знания аккумулировать нужные, а потом выстроить горизонтально. и он вот на этой строительной площадке отсюда этот термин устроительства ландертакер это другое, это не адвенчурс. Вы должны как бы деятельность собрать, а если эта деятельность будет, ну дальше вернулись к логике, она будет эффективной, она будет производительной, более производительной чем другие, вы получите добавленную стоимость, часть возьмете и вы это заработали. Вы ни у кого не украли, вы это создали. И Шумпетер говорит, ну конечно, в чем функция предпринимательской деятельности? Это конфигурирование факторов производства. Сами по себе факторы, вот они вокруг вас валяются, только почему-то их никто не подбирает. А если кто-то подбирает, то можно сделать из них что-то эффективное, можно сделать ерунду. Я вот все время говорю, что у нас основная проблема это такой антимедас. помните, антимедас, он к чему не прикасал, все в золото. А у нас есть такие институты, которые к чему не прикоснул, все в говно. Теперь, а что он создает в результате? Он создает эту новую СРТ. Понимаете, вот этот Аркрайт, который ездит по окружающим, он находится ровно между двумя старыми текстильными кластерами. Ну, просто зрительно. Еще Елизавета вытащила из Фландрии гонимых католиками протестантских ткачей и расселила их в Англии двумя кустами такими. Он между ними. И вот он между ними ездит, его говорят, а ты что делаешь? А, кстати, обратите внимание, он парикмахер. Он вообще парикмахер. А почему это важно? Потому что он все время в коммуникации с богатыми. Он парики им делает и слушает. Ну, не дурак. А они что обсуждают? Ну, понятно, что они обсуждают. Они говорят, пряжи не хватает. Катастрофа. В стране нет пряжи. Ткачи стоят без дела. Он это все слушает. Пошел, нашел там алкоголика местного инженера. Выгнали уже отовсюду, никому не нужен. Он говорит, слушай, вот такая ситуация, давай сделаем какую-нибудь штуку, которая повысит производительность по производству пряжи. Ну, они и сделали. А потом он начинает ездить, искать место, где построить фабрику. А ему все говорят, ты что, с дуба упал, что ли? Производить можно только там, где есть ткачи, ну, или придильщики. В кластере ты должен туда поехать, разместить там закат, так все делают. Он говорит, ладно, вы давайте, давайте, а я буду дальше. Они находят ручей. Важно, не замерзающей зимой, с большим перепадом высоты, не таким большим, чтобы можно было поставить верхнебойное колесо, но среднебойное можно уже поставить. А уже есть французские расчеты, что это более эффективно, уже теория есть. Он ставит его, а рядом ставит здание. А что он делает с ткачами, ну, с работниками? Он их перемещает в таунхаузы. Дает им квартирки, и пока он работает, он живет. Уволился, другой живет. И от сдельной системы оплаты переходит к по-часовой. А раз он переходит к по-часовой системе оплаты, ему нужны другие функции в системе разделения труда. Ему нужен впервые главный инженер. Он нафиг был не нужен в кластере. Главный инженер. По какому вопросу он там главный инженер? У каждого свой аппарат, он ему от дедушки достался. У него появляется менеджер, потому что он должен проконтролировать, как этот рабочий, что он делает-то в течение рабочего дня, потому что они обязательно, конечно, хотят покурить. Ну, как все мы. Этих функций, этих позиций в системе разделения труда не существовало. Они появляются впервые вот на этой строительной площадке Аркрайта, и он из них, как из Лего, собирает более эффективную систему разделения труда. Кстати, имейте в виду, что все, кого он нанял персонально, они потом разъехались по всему миру, стали богатейшими людьми, что они несли на себе эту организационную форму, а другие ее не имели. А если мы теперь смотрим на эту ситуацию с высоты птичьего полета, обсуждаем не то, что делает отдельный предприниматель, он конфигурирует факторы производства, создает более эффективную систему разделения труда. Ну или, как я иногда говорю, расшивает слабое место в системе разделения труда, потому что общая производительность всегда держится слабым местом, каким-то. Вот в данном случае оказалась пряжа, как только пряжу стало много, слабое место переместилось в другие вопросы. А функция предпринимательского сообщества как целого, Шумпетер говорит, созидательное разрушение. Почему разрушение? Потому что они разламывают старую систему разделения труда. Почему созидательное? Потому что они создают новую, более эффективную, которая лучше будет использовать ресурсы. И при этом он ссылается все время на Кондратьева, говорит, вот, вот это имел в виду Кондратьев, когда он писал о больших циклах конъюнктуры и говорил, что технологические циклы лежат в основе экономических. Срок, за который старая система разделения труда полностью замещается, новый, может быть, 500 дней. Почти как у Явлинского. У вас возник 3D-сканер, вы теперь можете сканировать ушную раковину и делать индивидуализированный ушной протез, слуховой аппарат. Раньше они были типовыми, но, значит, они всем не подходили, ну, потому что у всех разные уши, извините за выражение. После этого этот цифровой сканер обрабатывает в определенном программном коде информацию, посылает ее 3D-принтеру цифровому и он печатает индивидуализированный ушной слуховой аппарат. Скорость процесса увеличивается по сравнению с традиционным способом изготовления в 7 раз, качество продукта резко повышается, стоимость падает, себестоимость. Стоимость для потребителя может какое-то время сохраняться той же или даже вырасти, ну, если вам нужно реинвестировать часть этих денег в неокры. То есть мы с вами видим, как новый пакет технологий быстро разрушает определенные сложившиеся системы разделения труда. Ну, вы можете сказать, ну, слушайте, душные раковины, ё-моё, тоже вне большое дело. Я вам скажу, ну да, конечно, а вот текстильную отрасль, она перестраивает в течение 40 лет или 50 лет. И мы с вами прямо видим, как во Фландрии сначала идет закат, потом приходят новые предприниматели, они строят новую систему разделения и идет взлет, там, где-то в районе 1650-го года, и они опять становятся лучшими в мире. Или, скажем, в какой-то момент из-за Андама уходит спрос на производство кораблей, потому что англичане его перехватывают, но и ряд других начинают строить сами, ну и что они за 10 лет переходят к строительству деревянных домов и выбрасывают на рынок новый продукт, строят под него все аксессуары. Какие изменения мы наблюдаем сегодня в этих системах разделения труда? Пункт первый. Возникает специализация контрактного производства. Как простых вещей типа коммуникаторов от компании Foxconn 365 дней в году 24 часа в день производит всем коммуникаторы. Вы что думаете, что вот эти ваши телефоны, гаджеты, которые у вас в карманах, их производят те фирмы, которые там наклеены? Да нет, конечно. Все молнии на ваших штанах производит одна компания в мире. Ну и заодно на 80% ваших курток. все делают ну опять 90% делает одна компания. Вот еще вчера там работала вот эти вот странные люди в халатиках. Их было миллион 200 тысяч человек. А сейчас их осталось 200 тысяч, а миллион они уволили, потому что все делают роботы. вы хотите произвести некий сложный продукт, ну не вот эту ерунду, а какой-то инженерный сложный продукт, ну и отправляетесь в компанию VDL, она делает сложные инженерные продукты на заказ. Это контрактное инжиниринговое производство. И я вас уверяю, что они сделают дешевле, чем вы будете пытаться. Просто не надо, понимаете. Но вот вы когда значит зуб болит и вы хотите его вырвать, я надеюсь, что большинство из вас все-таки не привязывает ниточку к зубу, к ручке, хотя я еще застал у бабушки в деревне эту историю. Вы все-таки отправляетесь к врачу, проводите диагностику, он вас ну как-то маршрутизирует по этой системе разделения труда, и в итоге вы попадаете к специалисту. А почему когда мы осуществляем какую-то производственную деятельность, мы действуем иначе? Почему мы колхозно пытаемся делать то, чего не умеем? А что вы думаете, с исследованиями не так? Ну, то же самое. Есть компании, которые профессионально специализированы много лет, делают исследования. И я вас уверяю, они сделают их быстрее и дешевле, чем любой из вас. Вы же не умеете делать исследования. Вы никогда этим не занимались. Вы не в этом рынке. У вас нет системы разделения труда. у вас идет очень интересный процесс антропринизация менеджмента. Термин антропринизация мы с Ковалевичем после долгих зубных усилий отглаголили от французского термин. Что это значит? Две ключевые тенденции. Тенденция первая. Менеджеры выделяют из крупных компаний направление деятельности или проекты, превращают их в самостоятельные бизнесы, и если эти проекты и компании успешны, получают в них долю в собственности. Пример девятнадцатого года компания Бомбардье сделала хороший самолет средней вместимости там сто мест СС-300 и продала бесплатно 51% новой компании аэробусу. Поэтому в январе вылетали значит там лежала бумажка что это СС-300 а сейчас лежит аэробус 220. А маленький пакет опцион получили менеджеры этого проекта, потому что он оказался успешным. Они его долго делали. А компания аэробус она же в этом смысле экономит свои ресурсы. Поэтому она говорит мы начнем делать свой самолет. вам не смешно? Мы аэробус мы давно разучились вообще делать самолеты. У нас получится сухой суперджет только не сухой а мокрый но там что такое опять я наехал. Ну будем честными. теперь вы можете вводить массу других там оснований почему это надо обязательно делать. Но если вы предприниматель если для вас основная задача это извлечение добавленной стоимости как условия развития обратите внимание не как базу присвоения а как условия инвестиций развития создания новых заделов технологических повышения готовности к следующему шагу то вы должны как бы точно понимать где вы можете извлечь прибыль где вы не можете что вы умеете делать что вы не умеете делать и вторая очень любопытная тенденция крупные компании покупают стартапы то есть они покупают технологические компании созданные другими предпринимателями на разных условиях вовлекают эту уже созданную ячейку разделения труда в некий рисунок орнамент который у них там где-то стратегически прорисован в том числе чтобы выйти в новые сферы деятельности и обратите внимание уже есть мировые компании крупные которые купили 10 20 30 40 стартапов и за счет этого подготовили свой выход на новые рынки а есть компания например компания дженерал электри которая шла по этому пути и сейчас ее сильно колбасит что почему ну я знаю почему но обратите внимание но стратегически они действовали совершенно правильно они отказывались от нерентабельных кусков бизнеса в частности атомной энергетики и старались прорваться в потенциально более рентабельность следующего передела да вообще все виды деятельности антропринизируются вот то что вы сейчас здесь видите это антропринизация преподавательского деятельности теутеры перестраивается на этих началах традиционные виды сферы например медицинская и даже извоз антропринизируется ну в большей меньшей степени где-то социальные проблемы о которых я рассказывал вчера где-то оказывается что общая система не готова других ленточек вот сегодня Маяренков пытался как я понял вам нарисовать такую системную картинку что понимаете самокаты не поедут по городу Иркутскую если там не будет дорожек это новость для городских властей никак об этом не думали а где выращиваются эти новые системы разделения труда ответ всего в двух типах инкубаторов первый это гигагорода вот прогноз 25 года это почти уже реальность размеры это значит самый большой 50 миллионов вот Токио токийский токийская агломерация ну там еще есть несколько москву нарисовал сейчас в ней 30 ну будет 40 то есть она тоже где-то в ту сторону движется а вот это сотый год кружочки это 100 миллионники москву я нарисовал только что просто вы помнили что она была основная концентрация этих 100 миллионников в Африке и в Индии можете себе представить город 100 миллионник кстати между прочим китайцы сейчас делают дом на 100 тысяч человек один дом в нем живет 100 тысяч человек вам не нравится такое будущее ну да оно не может нравиться оно не очень пригляд один мой французский коллега который разрабатывал концепцию на русский язык неправильно переводится большой Париж потому что правильно переводить великий Париж он сказал город это система которая превращает нищих в бедных город это система которая превращает нищих в бедных потому что там за его пределами там вообще ничего нет там пустыня экономическая но что это такое с точки зрения теории разделения труда это очень объяснимый феномен что вам нужно вам нужно сконцентрировать в одной пространственной точке старую систему разделения труда уходящую второй промышленной революции с их инфраструктурами ну или их отсутствием и новую потенциальную в деле вы можете их развести вы можете иметь деле инью деле ну как уже показывает опыт это не очень работающая история а что за счет этого обеспечивается маркс давно ответил резервная армия труда чтобы сформировать новую систему разделения труда вам нужен строительный материал в том числе физически люди которые не заняты в старой в старой потому что если они заняты не хотят переходить они будут за нее держаться до последнего нужно их сконцентрировать и там перетоки становятся гораздо более эффективными и идет естественный отбор в буквальном смысле этого слова только естественный отбор не людей хотя и их тоже а этих самых удачных слепков разделения труда есть прямо противоположный как бы на другом полюсе тип инкубаторов это инновационные кластеры они маленькие до 100 тысяч человек обычно и это агрессивные обычно имеющие очень хорошую инженерную проектную исследовательскую историю сообщество коммуны в которых в этих самых пабах они выращивают системы разделения труда новые называется это по-разному акселераторы инкубаторы и у них тоже есть очень понятная производительность вот кембриджский инновационный кластер производит 5500 технологических компаний в год петр первый помните он приехал в зондам там производили один корабль в день здесь один стартап в день одну технологическую компанию кто это делает в том числе и одинаковые люди вот видите там карта такая кембриджского кластера ну правда образца там три или четыре года назад и вот там кружочками обведена одна и та же фамилия это герман хаузер на которого я часто ссылаюсь который является соучредителем там двадцати разных компаний и он в них занимает разные функциональные места и он подбирает соответствующий ну так сказать из имеющегося строительного материала подбирает этот самый набор когда-то мы ему задали вопрос мы спросили его скажите ну а как это все вообще началось вот как это началось что вы считаете первым шагом инновационного класса ну он сначала стал мне рассказывать про парижские баррикады шестьдесят восьмого года я говорю не 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 это как бы понятно что вас там подтолкнуло а вот как бы действие какое было и он говорит да я точно могу сказать это был такой-то день такого-то числа у меня мой товарищ начал переманивать сотрудника я об этом узнал что моего ведущего инженера забирает мой друг я сказал слушай бил пошли ка мы с тобой выпьем и ты мне объяснишь как ты дошел до такой жизни чтобы меня переманивать значит этого самого сотрудника с ним там перепалка такая этот сотрудник стоит рядом и говорит а меня вы не хотите позвать ну рабство же временно отменено это гениальная мысль понимаете они его позвали и 4 часа терли а потом они придумали решение они сказали о ты теперь будешь компанией ты не будешь не моим сотрудником ты будешь компанией самостоятельной а мы у тебя будем заказывать работу он свою а я свою вот тут и понеслось потому что вот в этих системах ну там не живут инновации друзья мои ну не выдумывайте это гроб все гроб с музыкой но музыка может быть так сказать разная ничего там никогда не будет и не вырастет ни в каких госкорпорациях забудьте об этом они могут быть если будут вменяемы покупателями стартапов но поскольку они невменяемы они хотят купить стартап и превратить его в отдел ну это еще один ну тип гробика а как технологически мыслить про эту понимаете вот если представить себе что у каждого человека это компания то это же это сложно с этим же невозможно работать в старых логиках в старых способах мышления и появляется новый тип мышления который вы все знаете он просто к сожалению термин приватизирован очень узкой группой специалистов которые работают уже в этой парадигме но занимаются просто частными вещами термин программирования вообще термин сам греческий еще греческий термин ну собственно что такое программа театральная программа где расписано что когда кто роли сюжет вам нужно мыслить такими многими дорожками по которым бегут разные участники и они как-то синхронизируются за счет того что у них в голове есть экранчик а на экранчике выведен хронотоп дорожная карта поэтому основой программирования стал системный подход он был первой онтологии и когда ребята форестера рисовали первые онтологические картины сложных процессов где вот видите там сотни тысяч этих связей они начали формировать вот эту онтологическую основу нового типа мышления программного когда вы понимаете что если вы иголочкой так сказать тыкнули в определенную точку пошел процесс и он имеет свое время характерологическое время а у этого процесса другое время если вы хотите чтобы продукт двух процессов с разным временем сошлись в одной точке вам нужно видеть это поэтому программисты доросли до системной инженерии и онтологии это твой вопрос сегодняшний почему это для них основа если у них нет онтологии они не могут ничего программировать ну и конечно открытый платформы обращение знаний более того каждый потребитель становится производительным знаний не можете работать с открытой архитектурой вот вам вслед за Nokia останется только китайский бренд первые платформы начинают возникать в автомобиле строений строительстве 90-е годы прошлого века потихоньку идет этот процесс платформизации мы научаемся работать с открытыми кодами сложных цепочек знания нужна резервная рабочая армия труда и она формируется англичане это назвали прекариат люди без постоянной занятости а кто принадлежит к этому слою ну совершенно разные студенты пенсионеры представители креативных профессий гастарбайтеры то есть по своему составу так же как пролетариат или салариат во вторую промышленную революцию люди сидящие на зарплате это формируется из очень разных микросоциальных групп но по сути у вас нет социального пакета у вас нет пенсионного обеспечения и вы не знаете как вы заработаете деньги завтра для высоко квалифицированных специалистов это решается за счет того что у вас ценник совершенно другой вы за час зарабатываете столько сколько другие зарабатывают за год и можете год ничего не делать можете себя развивать или поехать в путешествие и конечно кардинально меняются инфраструктуры у меня нет возможности подробно это обсуждать но я уверяю вас что инфраструктурный пакет в ходе этой промышленной революции развивается почти параллельно с промышленно производственным если раньше например во вторую промышленную революцию мы видим там 30-40 лет не отставания то теперь они идут почти рука об руку может быть это продуктивизация инфраструктур а может быть это инфраструктуризация продуктов я не знаю как правильно сказать ну а итог да рост производительности труда мне совершенно не важны цифры вот маккензи утверждает что если паровой двигатель будучи главным сердцем промышленной системы первой промышленной революции давал 0,3 процента роста производительности в год в течение 60 лет то новый пакет технологий роботы искусственный интеллект машинное обучение все в кавычках потому что может быть будут другие кандидатные решения завтра появится будет давать до полутора процентов роста производительности труда в год в течение следующих 50 лет наш знаменитый слайд с княгинином 10 лет ему уже три этапа которые мы видим в формировании этой технологической платформы первые все в цифре второе новые материалы материалы с управляемыми средствами третье умные системы управления по моим оценкам мы сейчас находимся где-то на 1 8 пути во втором этапе первый этап пройден процентов на 70 в общем технические решения большинство технических решений есть но как вы понимаете там еще есть эффект зашнуровки ну и до сборки этих целостности вчера меня спрашивали ну кто 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 будет лидером я не знаю кто никто не знает кто ясно что за это место идет борьба американцы например твердо уверены что они удержат лидерство а я также твердо уверен что нет потому что в мировой истории еще не было ни одного случая когда страна в которой была лидером предыдущей промышленной революции становилась лидером последующей у меня есть теоретическое объяснение почему ну знаете история делал такое часто наши разговоры об этом это все равно что дискуссия мотыльков о природе пламени свечи каждая каждая волна промышленных революций порождает слой копиистов то есть тех кто видит ну в основном задницу впереди идущего она им нравится как она болтается вот и они пытаются догнать и число этих копиистов догонятелей растет от каждой промышленной революции на нулевой промышленной на стадии нулевой промышленной революции их всего было там три кстати одна из них Швеция которая как вы понимаете благодаря усилиям Петра Первого вылетела из этой истории Россия с упорством достойно может быть лучшего применения не нам судить в каждый переход от одной волны промышленной революции к другой осуществляет догоняющую индустриализацию каждый раз одним из основных мотивов является военно-оборонная задача ну потому что мы с вами понимаем что если у вас нет нормальной промышленности то у вас нет нормальной обороны ну армии это понимал Петр Первый это очень хорошо понимал Николай Первый ну там Тухачевский тоже очень хорошо понимал который конечно является гораздо большим автором сталинской индустриализации чем сам Сталин а ну и в общем знаете мы живем неплохо мы конечно каждый раз оплатили эту догоняющую индустриализацию миллионами жизни ну не мы одни китайцы больше заплатили индусы больше ну и собственно три вывода вы их знаете те кто был вчера мы находимся на пороге новой промышленной революции когда старые системы разделения труда распадаются стагнируют а новые еще не сложились они складываются вот прямо на наших глазах в этом процессе системы мышления и деятельности играют гораздо большую роль чем железки железки вторичны производны а мышление и деятельность первично ну и лидерство может на лидерство может претендовать только тот регион или страна которая сумеет совместить темпы перемен с темпами приспособлений к переменам исторический опыт показывает что если у вас темп перемен слишком низкий то вы просто не претендент если он у вас высокий достаточно высокий чтобы войти в число претендентов но приспособление к переменам низкое то вас разнесет в социальном плане а если у вас и то и другое синхронизировано то у вас в общем есть шанс какие вопросы я чуть-чуть задержался да Александр Васинев Новосибирск смотрите вот тогда получается что темп перемен и темпы приспособления к переменам это не проектное управление это какой-то другой тип управления не проектное проектное же тогда будет мешать оно будет всегда в разрыве но Джон Дюи и вы употребляете термин проект в совершенно разном смысле потому что когда Джон Дюи вводил это понятие он его вводил как схему самоорганизации человека то есть вы понимаете что вы автономны и вы куда-то должны ну попасть встроиться в какую-то коллективность и вот это и есть проект а еще мы должны с ним договориться что мы вместе что-то делаем вот проектная ячейка а бюрократическая система извратила это понятие она его выдернула оттуда из так сказать человека ориентированной человека с размерной антологией превратила в стройки ГРЛ вот когда Чубаис выпустил такую потрясающую книжку значит сейчас она наверное большой раритет там каждый киловатт установленной мощности введенной в Советском Союзе был оценен в человеческих жизнях как вы понимаете карта ГУЛАГа и карта промышленных строек они совпадают ну и вот когда вы смотрите на эти цифры вы так для себя должны задуматься может свет выключить ну как-то не нужен вам свет я вот хожу и по всему дому свет выключаю и детей отмучу потому что я им объясняю это человеческие жизни вот сейчас второй раз сгорают но это не про проекты это вот про мегапроект ну вот давайте не про проект но и самоорганизация кстати имейте ввиду поскольку Крыжжановский был совсем совсем не дурак то у него в его концепции было два тома первый был про электрификацию а второй про создание цветущих территориальных коммун коммун цветущих территориальных эту вторую часть выкинули потому что она была из программы левых эсеров еще вопросы да у меня очень практичный и очень конкретный вопрос про вопрос про переход от продажи продукта к продаже жизненного цикла изделия я не так давно очень плотно занимался продажей производством продажи электромобилей для картинга то есть если вы хотите где-то в регионе сделать картинг-клуб заказывайте у нас машины арендуете этаж в торговом комплексе и с большой проходимостью устраиваете покатушки для взрослых вот но на определенном этапе поскольку мы были единственным производителем мы столкнулись с большой проблемой сервиса и собственно загибанием спроса но додумались до того что продавать не продукт а полностью весь комплекс то есть человек арендует помещение заказывает у нас бизнес делает ежегодную оплату и полностью получает весь комплекс услуг это рекламная пауза или не но вопрос а как нам но мы не смогли обеспечить кадрами вот этот процесс то есть с одной стороны идея очень понятна и простая и в чем вопрос как это сделать в современном понятии не имею кто что это и есть тоже если не вы это и есть задача предпринимателя если мы смотрим на Форда то он действовал прямо противоположным образом он сначала 15 лет занимался двигателем как инженер у себя в сарае взял двигатель инженера Уотта и дотачивал его напильником до того состояния которое он считал может стать прототипом массового производства новых двигателей экономичных как вы знаете он производил эти двигатели производил машины потом эти машины ездили одну машину он построил и она извините за выражение так тарахтело что на него в суд все время подавали и он ее продал за значит по-моему 50 долларов какому-то мужику в своих воспоминаниях он пишет я всю жизнь удивлялся зачем он ее купил потому что ездить на ней в городе во всем случае было просто невозможно пока мне не пришлось ее выкупить у него за 50 тысяч долларов для музея форда теперь потом он стал делать машины отрабатывая типовой проект и сделал несколько серий в результате возник типовой проект который был объединен в машине марки Т и форт шутил по этому поводу он вообще был большой шутник он без улыбки он все время шутил но народ не понимал что он шутит он говорил машина может быть любой если это форт марки Т черного цвета а так любой потому что это был типовой проект а следовательно ее можно было производить в массовых масштабах стандартизованным с низкой ценой потом он заказал разным исследовательским группам новые сорта стали и сплавов и сделал 20 новых материалов для производства отдельных узлов с учетом их износа в ходе эксплуатации потом он создал систему сервисов понимаете потом кстати ему очень помогла ну на следующем шаге то что большинство автомобиледелательных компаний разорилось после того как он стал продавать машину марки Теза 290 долларов ну потому что они не могли конкурировать почему он из них сформировал сервисные команды потому что они хоть автомобиль видели один раз в жизни а вот после этого он запустил конвейер еще раз горизонтальная система разделения труда внутри кокона вертикальной нет этого кокона вертикальной ну без ну что ну вот он произвел бы там 250 тысяч машин в 2014 году без ремонта без сервиса без обслуживания без этих центров ну и все бы встало через год и не было бы никакого форта а ну не ну я шучу я говорю ну как представить себе поэтому вы сначала рисуете на планшете систему разделения труда которая вам нужна потом прозваниваете наличие этих элементов чтобы можно было что-то ну использовать включить внутрь а потом достраиваете то чего нет при этом форд конечно это предприниматель продюсерского типа он создавал там 60 видов бизнеса или помогал создавать а сейчас в общем можно рыночно пройти не обязательно все делать самому вообще сейчас самое лучшее предпринимательство это то когда все все делают а ты только думаешь еще вопросы да здравствуйте спасибо за лекцию генетик Алексей политех хочу обратиться к вашим выводам вот у вас указано что мы находимся на флороге новой промышленной революции ровно такую же фразу сказал шваб три с половиной года назад в давосе вопрос он поторопился вы опаздываете или мир три с половиной года от общества на одном месте стоит на пороге и не решает и будет топтаться о чем я специально вам рассказывал еще 50 лет потому что порог промышленной революции не совпадает с порогом этой комнаты его можно переступить быстро а этот порог он иначе устроен туда понимаете как пройдут не все этот можно пересечь любому ну правда там на входе нужно сначала вот приложить эту штучку а тот порог вот он такой порожистый спасибо а что касается шваба вы просто должны знать что он сам ничего там не делал он просто провел интервьюирование представителей топ 500 мировых компаний но не всех а части которые доступны Давосскому форуму и эти люди сказали ему что они интуитивно ощущают наступление новой промышленной революции причем некоторые это видят ну прямо на своем бизнесе как вот компания General Electric которая значит месяц назад или там два месяца назад закрыла свою самую современную газовую станцию построенную в 2009 году расчетный срок эксплуатации 30 лет они закрыли через 10 в силу нерентабельности нерентабельности по сравнению с возобновляемыми источниками энергии очень интересный сюжет да Петр Георгиевич по поводу выводов тоже вот пункт третий лидерские позиции может занять только тот регион страна который сможет синхронизировать темп перемен с темпом приспособления к переменам значит ли это что управлять нужно темпом приспособления а именно ускорять его увеличивать или какие-то другие механизмы есть ну смотрите когда идешь по минному полю главное не щупать его за соседа поэтому вы кто если вы ну как бы автор проекта университет 2035 или соучастник этого проекта то да вы можете этот проект рассматривать как один из механизмов ускорения процесса приспособления к переменам хотя как вы понимаете масштаб пока маленький если вы работаете в социальном подразделении муниципалитета и понимаете что ваш моногород медленно так сказать катится в сторону закрытия рабочих мест снижение налоговой базы там по уперизации населения невозможность оплачивать инфраструктуру и так далее вы так сказать занимаетесь как объяснял мне один канадец когда я его спросил в чем его профессия он сказал я социальный акушер я говорю это что ну это давно было лет 20 тому назад это что такое он говорит ну вот лес промхоз закрылся живет 300 семей и мы работаем с каждой семьей мы проводим с ними долгие долгие разговоры выясняем где они учились родились где живут их сестры братья чем увлекаются дети значит готов ли он перепрофилироваться переучиваться если да то на кого как он видит регион своего возможного проживания и так далее а потом мы комплексно решаем эту задачу и вот все эти опции им предоставляем и семью переселяем я говорю и сколько вы работаете он говорит три года я говорю и сколько вы семей перебеселили он говорит сорок это достойная работа достойная а если вы предприниматель создающий новые технологии то надо создавать новые технологии и рассчитывать на то что вам повезет и кто-то решит вопросы приспособления к переменам у нас с вами 4 минуты значит мы можем максимум еще 2 вопроса добрый день Катяна Максим Волгоградский госуниверситет Петр Георгиевич я понял что вы полагаете что международное разделение труда постоянно углубляется ну да можно можно так понять если это начало только что значит постоянно оно на каждом цикле меняется и компании которые нашли свое место в этом разделении труда постоянно получают дополнительное преимущество перед другими компаниями ну да просто это и есть компания остальные это не компания а почему тогда средний срок жизни компаний постоянно сокращается и даже глобальные компании ну не так есть компании которые живут 500 лет а то что в индексе должен еще раз слышите меня есть разные есть разные регионы этого разделения труда есть компании кстати обратите внимание есть еще сложные вещи есть семейные компании они живут столько сколько живут семьи вот например в германии это типовой формат инжиниринговых технологических компаний семейные компании иногда они делят бизнес продают его входят в новый вот понимаете тойота он же что сделал он придумал электрический ткацкий станок создал компанию заодно создал несколько текстильных компаний производственных производства продукта а не только производства станков а потом он в двадцать восьмом году продал патент англичанам на эти деньги создал тойоту но не дожил умер от воспаления легких и поэтому его немножко значит хуже вменяемый сын продолжил это дело если бы не появился у него так сказать партнер который создал производственную систему тойота то наверное они бы в сорок седьмом году не рванули вперед создав то что сейчас является тойот поэтому жизнь сложна что там показывает индекс доу-джонсон не знаю что-то кому-то показывает ну что все спасибо спасибо спасибо